Волейбол Третьим по популярности видом спорта среди россиян считается волейбол. Сотни тысяч фанатов пристально следят за игрой сборной на всевозможных чемпионатах. Анастасия не исключение. Ей с детства нравилась игра с мячом. Я решила выбрать волейбол как спорт для себя, поэтому вот решила с малых лет начать заниматься, но подумала понравится или нет. Понравилась и даже очень. Шесть лет она совмещает занятия волейболом и учебу. А вот Александр пришел в этот спорт недавно, всего год назад. До этого профессионально занимался плаванием. У меня папа занимался волейболом. Я сам три года просто сам играю с друзьями. У нас на даче есть сетка. В спортзале образовательного центра «Багратион» есть все для результативной тренировки. Проверили на прочность сетку и мячи игроки команды «Заречья Одинцова». Провели мастер-класс для школьников. Наши девочки-волейболистки являются наставниками каждой школы. То есть мы выезжаем с нашей девочкой в школу. Они дают свои советы, проводят тренировку. То есть конкретно общаются с одной школой. Разминка, работа в парах, подача сверху и снизу. Школьники попробовали выполнить все основные элементы. Будете выполнять удары в стену. То есть один человек в другую колонну, либо в свою колонну. Александра Верная – защитник профессиональной команды. Хотя, кажется, сама только недавно пришла в спортивную школу. Теперь своим опытом делится с другими. Мы себя пробуем в тренерской работе. И с детьми вообще, в принципе, приятно работать. Потому что все дети у вас послушные. То есть одно удовольствие реально с ними работать. Поэтому для нас это тоже новый опыт определенный. Волейбол – командный вид спорта. Перед каждым выходом на поле должен быть особый настрой. Есть и свои приметы. Эта тренировка не стала исключением. Это в кружок собраться, крикнуть. То есть придумайте название команды, нужно вот крикнуть. Это все равно поднимает какой-то дух и дух соперничества. Дети соревнуются, и они это чувствуют. Привлечь к волейболу как можно больше детей, сделать спорт доступным – главная цель мастер-класса, признаются спортсменки. А чтобы поддержать соревновательный дух, клуб организовал школьную лигу, в которой 16 образовательных учреждений соревнуются между собой. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Денцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова